В этом ролике мы рассмотрим новую колоду от Теории 11 Мстителей Сага Бесконечности, ну и естественно разыграем ее. Круто? Очень круто. Я не могу сказать, что я прям большой фанат вселенной Марвел, но большинство фильмов смотрел. За счет больших бюджетов, а соответственно отличных актеров, крутой графики, музыки и постановки смотрятся эти фильмы на одном дыхании. Теория 11 нашла возможность коллабиться с Диснеем и начала выпускать карты по тем фильмам и сериалам, права на которые принадлежат этой компании. Вот сначала были Звездные войны, потом Мандалорец на эти карты, мы тоже скоро сделаем обзор. И вот добрались до Мстителей. Коробочка выглядит вот так. Как всегда у Теории с коробочками полный порядок. Тут все очень стильно, красиво и тиснение и фиолетовое фольгирование, конечно, делают свое дело. Очень круто смотрится. Тут, как всегда, внимание к очень даже самым мелким деталям. Если вы присмотритесь, то увидите тут молот Тора, кулак. Это у нас Халка. Потом здесь мини-ядерный реактор Железного Человека. Это он с логотипом, получается, Соколиного Глаза и Черной Вдовы. Щит Капитана Америки. Тут вот Черная Пантера. Это логотип, насколько я понимаю, Капитана Марвел. Тут у нас Человек-паук. И вот эта рука, вокруг нее там что-то магическое. Ну, не совсем понятно, это либо Доктор Стрэндж, может быть, это Алая Ведьма. В общем, тут много таких разных логотипчиков, нюансов и деталей. Короче, рассматривать можно долго. Классно сделано. Здесь, как бы, дизайн рубашки изображен. То есть, примерно те же элементы, но расположены немного иначе. Тоже можете прям поставить на паузу, рассмотреть. Смотрится классно. Давайте же откроем. И, кстати, внутри ничего не напечатано. Вот почему-то на последних своих колодах теория принимает решение внутри ничего не печатать. Хотя, мне кажется, это была очень классная фича. И колоды были еще дороже. Точнее, выглядели дороже. В общем, не совсем понятно, почему они теперь так не делают. Что для меня показалось странным. Тут две рекламные карты практически идентичные. То есть, на них одинаковый текст. У них единственное, в чем отличие, это вот в этих персонажах. То есть, тут вы видите Небулу и Дракса. А на обратной стороне карты, это у нас Железный Патриот и, собственно, Фелкон. А здесь у нас идет реактивный енот и Грут. Потом Ник Фьюри. И это, по-моему, Мария Хилл. Да? В общем, очень странное решение сделать именно такие рекламные карты. Мне кажется, под эту вселенную можно было бы подзапариться и придумать что-то поинтереснее. Но, тем не менее, вот так выглядит рубашка. Как вы уже поняли, она повторяет дизайн задней стороны коробочки. Ну, как бы на любителя. Мне единственное, что не понравилось, тут создается какой-то эффект, как будто она выцвела в середине. То есть, тут более такой насыщенный фиолетовый, а здесь уже, видите, попроще. Вот. Ну, может быть, кому-то из вас нравится. В целом, смотрится, как всегда, у теории. То есть, так минималистично, достаточно стильно. У меня, как бы, по рубашке особых вопросов нет. Что-то другого ожидать тут не стоило. Качество карт стандартное для теории. То есть, все очень-очень хорошо с картами. Они мягкие, скользкие. Их приятно держать в руках. И это круто. Давайте теперь рассмотрим дизайн лицевых сторон карт. И тут у нас, что мы видим? Это, я так понимаю, глаз Агамотто. Выполнен в роли Туза Пик. По-моему, смотрится очень круто. Карты с цифрами и, собственно, вот масти проработаны. Ну, как бы, здесь все, как всегда, минималистично, достаточно стильно. Мне нравится. Я тут редко придираюсь именно к этим картам. Тут самое интересное, это карты с картинками. И вот давайте будем рассматривать их. То есть, Валет Пик, это у нас соколиный глаз. И если вы присмотритесь, то увидите на наконечнике стрелы человека-муравья. И вот я единственное, что не совсем в курсе, почему его тут изобразили, как бы, в двух ипостасях. Напишите в комментариях, что именно вот это означает. Почему он тут в капюшоне. Так, это Валькирия, насколько я понимаю. Это у нас Капитан Америка. Можете просто ставить на паузу и рассматривать какие-то отсылки. Это нож Гаморы в качестве туза, черви. Классно выглядит. Ну, тут, понятно, карты с картинками. Тут, кстати, металлические чернила, золотые, именно применяются на мастях. Что, как бы, смотрится круто. Вот к Человеку-пауку у меня вопросы. Я не совсем понимаю, почему у него такая женственная рука. Это, конечно, странновато смотрится. Может быть, он успел поменять пол, пока эту колоду делали. Ну, правда, сразу понятно, что дизайном колоды занимались представители прогрессивного западного общества. И вот, кстати, Дама-черви – это Капитан Марвел. Но, согласитесь, как бы, сразу не скажешь по этой карте, что это девушка или женщина. Непонятно, как выразиться, чтобы никого не оскорбить. Это у нас Железный Человек, стреляющий себе лучом прямо в голову. Это, кстати, отсылка к классическому Королю Черви из вот стандартной колоды. То есть, там тоже, как бы, меч, как будто в голову входит. Но это прикольно. Но сам по себе, то есть, мне не нравится, что в этих картах с картинками им оставили вот эти классические одеяния игральных карт. Но это смотрится странновато, с футуристичным, как бы, костюмом Железного Человека и так далее. Вот, небольшой диссонанс, но в целом нарисовано прикольно. Это у нас Тор. Потом у нас идет Черная Вдова. Звездный Лорд, в принципе, прикольно сделан. Мне нравится, как он выглядит. Дальше у нас идут крестовые карты. Туз Крести – это, я так понимаю, этот, как его зовут-то у чувака? Зимний какой-то там чел, какой-то там воин зимний. У него вот рука механическая, это вот плечо этой руки, по-моему. Это оттуда Черная Пантера. Неплохо, кстати, отрисована одна из удачных карт. Это у нас Алая Ведьма. И тут, если присмотритесь, ну вот, Оса. Мне вот понравилось, как они сделали Муравья и Осу. За это, конечно, плюсую. Это прикольно. Халк. И мне непонятно, как можно нарисовать Халка и не зеленым его сделать. Я понимаю, что, наверное, технически это невозможно. Но тогда надо было его переместить на какую-то из тех рекламных карт. Потому что не зеленый Халк, мне кажется, немножко странновато смотрится. Ну и остался только Бубновый Туз. Это у нас Камень Вижена. Даже прикольно нарисовано. Ну а Джокеры это Локи и Танос. В общем, не знаю. Мне кажется, что такая крутая лицензия. Можно было бы реализовать эти карты и получше. Но я их все равно помещу к себе в коллекцию. Потому что понятно, что на рынке не будет ничего более удачного, чем эта колода. Я не могу сказать, что я прям зафанател ей. Но просто из уважения и из популярности этой вселенной. А все-таки фильм Мстители. Финал. Он самый кассовый. Один из самых кассовых за всю историю кинематографа. Короче, пусть будет в коллекции. Мне кажется, многим, кто будет рассматривать мои карты, эта колода понравится. Что касается розыгрыша, то все как обычно. Подписываемся на мой канал. Лайкаем и комментируем это видео. Потом по ссылкам в описании переходим ко мне в инсту и в телегу. Туда тоже подписываемся. Потому что там я скажу, когда я буду проводить стрим. И уже на стрим придете. Там мы это все разыграем в прямом эфире. И кто-то из вас получит эту колоду. И, кстати, если вы не смотрели предыдущий ролик с обучением, то там тоже розыгрыш сейчас идет. Двух колод байсикл. Поэтому давайте тоже туда забегите. Лайкните, прокомментируйте. Посмотрите до конца. И принимайте участие. Потом на стриме разыграем прям все сразу. И я думаю, что будет круто. Короче, увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok